его спорт на связи финны сегодня мы посмотрим сериал секретное дело от яна кэт чуваки и про лакойски подписки не забываем усаживаемся поудобнее всем так уж и приятного аппетита и приятного просмотра на мы начинаем смерть это конец и больше ничего никакого нового начала неважно сколько ты жалеешь или желаешь это ксюрлер и сериал реально это она нифига если ты чего-то не смог при жизни той после смерти ты этого не сможешь когда-то думал он кто такой человек величайшее творение эволюции существо занимающие вершину пищевой цепи ответите вы и будете правы но не до конца то что мы видим это лишь вместилище физическое воплощение одного из множества вариантов на это какая-то опять паранормальщина настоящие же мы покоемся внутри уязвимы и податливы боль страдания и одиночества все это оставляет страшные шрамы на нашем лике выворачивать его наизнанку изменяя и вращая настолько что он больше никогда не сможет переродиться человеком эта история об унижении смерти и возмездии а то как человеческая алчность породила нечто настолько тюблин прикольно типа такой раскащик умные ужасные что стоило им жизнь но неужели это конец таков удел отвергнут выглядит какой-то охотник прям на монстров которые ходят с ружьем не знаю ловит этой души способна ли она вновь почувствовать тепло не только плотью но и сердцем секретное дело и и лицо у меня уже обезображена ужасными шрамами регулярно зашитыми нервно сросшимися некоторые и страшил кубе страйма некоторые свежие что это только что было генри мы ничего не слышали ну что как я вас напугал ты совсем что ли и так без этого страшно ну ты даешь девочка не переживайте мы с вами а конечно мы увидим только что у вас пятки сверкают ладно уже поздно надо спать завтра пройдем больше пути ну чтобы дойти до цели лаура может и все-таки со мной будешь спать в палатке ну так будет безопаснее теплее еще чего у нас генри не оставлю после такого на как хочешь но если захочешь присоединяйся ко мне только скажи генри я отправлю кэрин доброй ночи девочки хороших снов уснёшь тут с вами ребята блин мне кажется или этот чел похож как-то на лэмптона какого-то лаура пропала что куда она могла деться я не знаю я проснулась палатка открыта ты что что делает лэмптон в свободное время от страшилок линча типа он тусуется с челиками в лесу и и нет спин палатку холодная значит да не но ему бы реально еще шрамик какой-нибудь сюда просто завести и будет вообще один в один но ушла что-то еще пропало нет хотя я не могу найти наш фонарик когда нам придется отложить пусть дальше элен не беспокойся мы найдем ее давайте разделимся каждый пойдет в разные стороны и через два часа встретимся вы это слышали сейчас генри что-то не так я слышал голос только что так генри это не смешно ну наверное послышалось птицы поют и вот ладно пора на поиски возьмите немного воды и еды генри иди в том направлении элен туда я на юг потом мы вместе пойдем назад вот он чисто спин-офф про молодость лэмптон до того как он стал известен ты забыл где находится юг ой что-то я задумался лан какая разница куда идти нет времени вообще на разговор давайте пойдем уже окей пусть будет так лаура господи найдись живой и где же ты это не может быть так это не может быть так что это было только не лаура прошу пожалуйста какое сильное течение может мы себя сильно накручиваем вдруг это животное поранилось ли было на ходе лаура прошу будешь живой что-то такое чувство что я тут уже был да капец минус лаура что кто здесь ты урод посмотри на себя ты полный неудач я тебя не набью это она ты линча обозлились на лэмптона типа происходит эй ребят я пришел ребята вы где да боже где они о господи где тебя черти носят и что со лбом тише не кричи голова и так болит что произошло ну я ходил искал звал лаура в общем я ударился в ветку и отключился приближал там да фиг знает сколько я там полежал ты что что у него за школьный какой-то рюкзачок бэкпак и симулятор школьника что-то не договариваешь да и что же может ты лучше знаешь что со мной не ну он модный на самом деле я бы себе такой купил бы где элен да я откуда знаю во мне не видно я в отключке был что ты вообще мне за допросы устраивал потому что когда я пришел тут никого не было ни элен ни лауры ни тебя я уже сказал я отключился потому что ударился от детку да тогда скажи мне что это такое где ты их нашел возле ручья генри это что кровь ты думаешь я не замечу как ты поменял одежду я ничего не знаю поверь мне я не знаю что сам что он сам не придет генри чья это кровь да не знаю я я проснулся и она на мне уже не врыв мне ладно ладно это сделал не он это сделал я генри что что с тобой а генри сейчас не в сети шо что происходит ой о тебе все прям таки расскажи ты впрочем ты все равно умрешь давай я тебе расскажу как я убивал твою подружку она так приятно убегала от меня откуда демон от меня не сбежать а еще было приятнее наблюдать за вами и как твой дружок испугался меня и бац я в его сознании да что ты несешь псих это я убил всех ваших подруг естественно твой дружок ничего не подозревал я просто как паразит отключал его когда мне было нужно да ты чё да я такой и это моя работа все ради того чтобы она пахала и ее не уволили ведь она должна быть лучшей впрочем ты не поймешь ты все еще не понял ты убьешь друга а не меня я же демон а куда начал посмалом мне нужно сбежать от этого урода ты не убежишь от меня я везде какую хрена такой лесной дух они хранят ема ема чё за жесть зачем ты это сделал ты все еще ничего не понял я это делаю ради любимый почему именно мы чё ой да ладно а что прикол он просто всех их перехреначил типа оставил одного типа на тебя убил своих друзей они тебя все равно ненавидели ты бы слышал их мысли нет ты все врешь они не могли так подумать мне нет смысла врать особенно перед твоей смертью что собираешься убить ну конечно а ты думал я тебе оставлю после того что ты натворил братик арон ну ты же умер это этого не может быть но почему я почему в роблокс блин а кстати до того как я стримах запустил я что-то думала поиграть в роблокс на стриму ты выбрал меня мда так чисто по приколам из-за тебя ведь ты меня тогда оставил умирать впрочем нет и уже не важно ты бы знал как оставил умирать делать ту боль что вы и мне причиняли чё но убил их ты генри ты это не я их убил это ты да ну они как-то заруинили ему что что можно какой-то лесной дух реальный и не знаю и он жалуется на то что они как-то лес тут хреначили что ли тогда что меня догадки только такие руки в крови точно не мои это зачал блин а а а вот он ну что на реально взима не было весело но мне пора идти дела ждут что за черт могу обрадовать вы будете популярными вас будут показывать по телевизору и по новостям но увы никто не возьмет у вас автограф х х х х х х капец что за жесткий тип в эфире срочные новости После пропажи четырех детей, полиция сообщила, что тела подростков были найдены в лесу. Мальчики были найдены мертвыми в палаточном лагере. По предварительным данным, один из них скончался от ножевых ранений, второй покончил жизнь самоубийством. Улики были взяты на экспертизу, но следователи уже приходят к выводам, что два друга не поделили что-то между собой. Также были найдены тела двух девушек, у одной из которых зафиксированы множественные переломы, являющиеся, по всей видимости, причиной смерти. По предварительным данным, жертва упала с обрыва. Вторую девушку нашли в реке. Течение унесло тело погибшей от места предполагаемого убийства на несколько километров. Сейчас судмедэксперты устанавливают точную причину смерти. Однако, известно, что на теле были ножевые ранения, как и у первой жертвы. Полиция взяла это дело под свой контроль. Департамент отдыха и туризма сообщает быть предельно осторожными на территории. А тут будет интересно, тот чел, который был вначале рассказчиком? Он будет как-то связан. Артур, зачем ты слушаешь новости, если мы провели вскрытие? Я слышал, что именно... Или он просто интересный как рассказчик? Пока непонятно. Мы им передали. И, кстати, там мне сказали главное. А знаешь, что именно? Ну и что же? Смотри, я провел вскрытие Лауры Стоун, и она умерла самая первая от ножевых ранений. А потом ее тело отправили в дальнее плавание, и... Артур, давай без шуток. Тем более при них. А, не, не вопите. Ведь так, ребята. Ну вот видишь, молчание – знак согласия. Извини. Че он на приколе? Ах, эти стены сведут тебя с ума. Так что ты там по делу хотел сказать? Так вот. Лауру убили первый. Смерть настала где-то в 3 часа ночи. Потом Эллин Вуд в 10 часов дня умерла от множества переломов и кровоизлияния в мозг. И вот сейчас будет самое интересное. И что там нашел? Ты же слышала, что сказали по новостям, что один из них скончался от ножевых ранений, второй покончил жизнь самоубийством. Но что самое загадочное в этой истории, что сама жертва не могла свернуть себе шею. Значит, был кто-то пятый. И кто же это был? Снежный человек? Или может они призвали злого духа, и тот решил отомстить, что побеспокоили его? Я не могу сказать. Это был странный демон. Никаких следов не было. Что очень странно. Будто и вправду дух. В последнее время стало очень много вопросов, чем нежели ответы. Думаю, в скором времени мы все узнаем. Слушай. Блин, пока непонятно, кто здесь будет главным героем. Типа, я думал, группа этих челов, но они все поотлетали. Типа, у тебя был сложный день. Кто вот этот ученый? Ты подешу, типа, раньше. Я тебя отпускаю. Или тот рассказчик. Сходи там в кафе, или можешь подружку пригласи на свидание. Когда ты последний раз был с девушкой, а то вон уже с трупами разговариваешь. А что получается, кстати, в next-сериях не будет уже never, раз, манёшь. Они же типа отлетели тоже. Что? Спасибо, конечно, за беспокойство, но... Все, никаких но. Иди домой. Десять минут на сборы, и я закрываю кабинет. Чисто, почему мы залетели на одну серию. Кстати, скинь, пожалуйста, на почту в заключении по этому делу. Я его закончу и отправлю дальше. Ты куда-то спешишь. Если это так, просто сказала бы. Девушки, вы такие загадочные. Я это буду у себя. Напишешь мне сообщение, когда уйдёшь. Я потом закрою кабинет. Всё, я ушла. Хорошего вечера. Как будто чилик немножко странный. Тихо. Дай дойти до кабинета. Чё? А то снова появишься на камере, и мне придётся удалить запись с тобой. Чё? Фух. Ну и зачем ты это сделал? Мне снова придётся переделать отчёта вскрытие. Вылезай. Я знаю, что ты тут. Ты не забрел этот демон. Может, я принёс для них пользу? Не лги мне. Ты же не просто выбрал именно этих ребят. Тебе всё расскажи и покажи, дорогая. Ема. Я думал, ну, типа, девчонка может быть как главный герой, который охотится за этим демоном. Но то, что она с этим демоном в ладах, что вы вообще догадок даже не было. Ну, прикольно, да. Да, у меня были с ним старые счёты. Но эта история теперь в прошлом. Почему ты вне зажига не сказала это? Почему мне пришлось снова открывать твоё дело и снова всё перечитывать? Ты же знаешь, для меня это тяжело. Извини, мы демоны тоже люди. У нас есть свои потребности. Я тоже хочу ощутить твои приятные прикосновения и тепло твоего тела. Но помимо всего этого, есть два чувства, которые я не могу заблуждать. Куда его понесло, демонюга? Голод, который заставляет меня убивать. А всё ради чего? Что ты натворил? Это были обычные люди. Они такой смерти не заслужили. Не могу согласиться, но, увы, они уже мертвы. Однако, зачем ты читала моё дело? Ему уже как сто лет в обед. И тем более, что было, тоже не вернуть. Ты думаешь, я забуду тебя настоящего, Аарон? Я помню, как мы были детьми, гуляли, веселились. Мне никогда не забыть, как ты приходил каждый утро к нашему дому, и мы проводили хорошее время. Я думала, что нашла того, кто всегда будет со мной. Человек такой. Может, она и есть его возлюблено, может быть. Существо, что привыкает к хорошему быстро. Я убегал к тебе, потому... Да, ну какого хрена, типа? Он демон. Она нет. Потому что я чувствовал себя нужным. Я помню это тепло в области сердца. Однако, после твоего отъезда всё перевернулось. И я стал тенью. Не, ну, Рогатова куда-то не туда реально поднесло, то есть. Но ничего. Зачем ему люди, ему что там? Чертяк мало. Чем больше я душ пожираю, тем сильнее я становлюсь. И начинаю чувствовать себя. Мы все очень классные, пока удобны людям. А нам покажут, как он будет чувствовать её. Стоит нам только оступиться или высказать своё мнение. Именно такие моменты отлично фильтруют на шаг... Или где, или опять на бурсе исходить. ...кружение. Именно в такие минуты ты прозреваешь. Понял. История, конечно, интересная. То, что девчонка, блин, связана с этим демонюгой, что-то вообще нежданчик, конечно. Но прикольно. Как сидит. Не, ну меня зашёл. История такая... Вроде бы сверхъестественная, как будто поднадоела. Я вот как раз жаловался на предыдущих стримах. Потому что, блин, что-то одна сверхъестественная, всякая хрень. Одно и то же. Ну, типа, хочется чего-то новенького. Но здесь история подана так необычно. На самом деле. И интересно, на самом деле, смотреть. Хэзи, будем смотреть дальше. Ну, посмотрим. Чуваки, пишите в комментариях, как вам. Подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка у меня находится в описании. Ну, а с вами был Финн. Всем пока.